Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Кузьмич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Развитие сети дошкольных учреждений в Бресте будет продолжено. Какие проекты уже находятся на рассмотрении и где в ближайшем будущем заработают учреждения нового формата, выясняла Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Своё тепло и ласку они дарят тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. 5 января день работников социальной защиты отметили в Беларуси. В Беларуси с 1 января 2021 года отменили госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Что происходит сегодня на станциях технического обслуживания, ситуацию мониторили корреспонденты БУК-ТВ. Салат оливье, суши, мясо по-французски или что-то новенькое, например, утка с ризотто из тыквы и облепиховым соусом. Меню к Старому Новому Году от шеф-повара отеля «Эрмитаж» Ивана Гринина. Об этом и не только прямо сейчас. Развитие сетей дошкольных учреждений будет продолжено в Бресте. Сегодня, параллельно с закладкой новых микрорайонов, идет обсуждение проектов строительства социальных объектов сразу на нескольких площадках. Таким образом, позволяя обеспечить большее количество нуждающихся местами в детских садах. В первую очередь, в таких учреждениях нуждаются районы, где преимущественно проживают молодые семьи. Сегодня строители и архитекторы ставят перед собой задачу сделать Брест мобильным городом, чтобы комплексная среда и рациональное благоустройство создавали вкупе достойные условия для проживания горожан. Какие проекты уже находятся на рассмотрении и где в ближайшем будущем заработают учреждения нового формата, об этом и не только смотрите прямо сейчас. Достаточно смелые, амбициозные проекты время от времени мелькают в новостных лентах информационных порталов. Предлагаемые сегодня строительные решения имеют все шансы быть реализованными. Это позволяет разнообразие материалов и творческая мысль архитекторов. Предлагая вариант новой жилой застройки, представители проектных организаций разрабатывают территорию комплексно, с учетом благоустройства и наличия объектов социальной инфраструктуры, в частности детских садов. Варианты шаговой доступности сегодня остаются в приоритете. В городе Бресте планируется проектирование и строительство двух детских садов. Один будет находиться в юго-западе пятом и другой на территории района Вулька, микрорайона Вулька-3. Помимо этого вводится в этом году в эксплуатацию встроенный детский сад на Колесника. И планируется еще размещение встроенных детских садов в районе Малиновка, встроенные многоквартирные дома. И будет учреждение образования по улице Папанино тоже, но в новом жилом районе. Это такие пилотные проекты, которые, возможно, улучшат ситуацию с нехваткой в настоящее время таких мест для детских и школьных учреждений. Мнение психологов. Детский сад – это отличная площадка для качественной социальной адаптации малыша. Именно поэтому очень важно, чтобы в первые годы жизни ребенок приходил сюда, общался со сверстниками, получал простые полезные навыки. Требования к организации «Если сада» сегодня достаточно высокие. Это хорошая безбарьерная среда, удобное расположение групп и классов, должное качество освещения и питания. Все эти условия учтены и соблюдены в новом для города проекте – учреждении встроенного типа по улице Колесника. Архитекторы и строители предусмотрели все до мелочей. Даже заложили в проект так называемые теплые полы. Здесь теплые полы. В группах у деток везде будут теплые полы. Это тоже такая особенность. Босиком никто никогда не замерзнет. Поэтому не везде так, как здесь. Сам сад состоит из множества помещений, объединенных под одной крышей. Это как помещение самих групп, сами спальни, так и помещение административного персонала, которые будут располагаться под зданием. Это воспитатели, заведующие, медперсоналы. Будет зал у них, такой он комплексный, можно сказать, что спортивно-хореографический, с пакетным полом. Первый встроенный детский сад станет филиалом ныне действующего учреждения. Ясли сада номер 73 по той же улице Колесника. Представители администрации занимались зонированием будущих помещений, определением цветовой гаммы групп, заказом необходимого оборудования, литературы, игрушек. Позади достаточно большой объем работы. Вложенные силы и средства должны дать свой эффект. Оснащение данного филиала соответствует всем нормам. И все то, что необходимо в новом филиале, можно сказать, даже в менее новом дошкольном учреждении, там все есть. В педагогии мы будем взаимодействовать очень тесно. Родители тоже не почувствуют различий. Наверное, даже в новый филиал придут дети, наверное, с таким желанием, потому что все новое, все красивое. И в новом календарном году, в новом 2021, который принесет всем радости, здоровье, ну и такой подарок от города. Это очень хороший подарок, очень хорошая новость для города и очень интересен всем. И я думаю, что это будет плодотворно, интересно. И такие проекты будут существовать и будут иметь место в жизни. Детские сады в своем классическом понимании в городе функционируют. Уже в конце февраля на карте областного центра появится первый встроенный объект. Сегодня, продумывая будущую застройку города, архитекторы размышляют над тем, как сделать объекты социальной инфраструктуры более мобильными. Ведь потребности людей каждого из районов меняются в течение 30-40 лет. Но этот вопрос пока остается открытым. 5 января свой профессиональный праздник отметили люди с большим сердцем и чуткой душой. Именно так часто говорят о социальных работниках. Своё тепло и ласку они дарят тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Одиноко проживающим пожилым людям, детям, находящимся в социально опасном положении, многодетным мамам и многим другим. 2020-й был особенно насыщенным для работников территориальных центров социального обслуживания населения. Менялись формы работы и нагрузки. Но несмотря на все эти трудности, они со всем справились, следуя принципам милосердия и доброты. И получили за свой самоотверженный путь вознаграждения. Искренние слова признательности и благодарности, дипломы и грамоты. Подробнее о тех, кто не остается равнодушным и всегда готов прийти на помощь, узнавали наши корреспонденты. В территориальных центрах города в основном трудятся представительницы прекрасной половины. Эти добрые и заботливые женщины всегда окружают своих подопечных теплом. Такая работа требует много стараний. Но несмотря на потраченные силы, каждая из сотрудниц территориального центра Ленинского района искренне любит свою работу и уверит, что она нужна людям. Мне нравится эта работа. Она вроде бы сложная, потому что мы знаем, что работа с пенсионерами – это один из самых сложных контингентов. Но в то же время в виде результатов, вы знаете, есть к чему стремиться. Благодаря вот этой работе я поняла одну очень важную вещь. Возраста нет, его не существует. Есть такое понимание, как общечеловеческое развитие. Есть радость к жизни, есть желание жизни. Возраста его нет, это правда. 2020-й был сложным для работников территориальных центров социального обслуживания населения. Менялись формы работы и нагрузки. Правда, специалисты вместе со своими подопечными научились жить, соблюдая новые правила. Педемиологическая ситуация 2020-го года внесла свои коррективы. Количество граждан немножко уменьшилось, но все равно приходят, потому что не хватает общения, не хватает внимания. Разговоров по душам, дома сидеть одиноко, грустно. Поэтому приходят на дистанции, соблюдают дистанцию, беседуют со специалистами друг с другом. Эти люди – настоящие феи для тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Следуя принципам милосердия и доброты, они всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Поводов сказать спасибо этим людям с большим сердцем и чуткой душой на текущей неделе стало больше. Они отмечали свой профессиональный праздник. Искренние слова благодарности и признательности звучали и в адрес 15 лучших специалистов Московского района города. Здесь не может работать человек, который, наверное, не будет воспринимать чужую боль как свою, потому что это люди с открытым сердцем. Поэтому мне очень приятно сегодня прийти и этих людей поздравить с их профессиональным праздником. Хочу пожелать им, чтобы и в их жизни всегда к ним относились с таким же сердцем, как они относятся с теми, с кем они работают. Мы нарождаем самых лучших этих работников. Это и работники отдела социальной защиты и администрации Московского района, и территориального центра Московского района города Бреста. Те, которые непосредственно работают с этими людьми. Если взять в отделе соцзащиты, то на каждого работника приходится, в службу с этим пенсионером, порядка 5000 жителей. То есть объем работы делают большой. В 2020 году социальная служба приняла дополнительные меры для защиты пожилых людей и инвалидов от вирусных заболеваний. Начиная с марта территориальные центры социального обслуживания населения организовали доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Проводили горячие телефонные линии для пожилых граждан, одинокопроживающих и инвалидов. Работа велась в тесном сотрудничестве с Белорусским обществом Красного Креста, Белорусским республиканским союзом молодежи и другими общественными организациями. Одновременно с этим территориальные центры продолжили социальное обслуживание на дому. Пандемия оказала влияние и на деятельность всей системы, в частности и на жизнь вот этих домов, стационарных учреждений, системы социальной защиты населения. Самое главное, что работники, никто никуда не ушел, никто не уволился, все все равно продолжали оказывать помощь нашим пациентам. Ну, конечно, были разработаны условия специальные, специальные инструкции, по ним они работали, слава богу, в основном справились с ситуацией. Премии, награды, цветы получили преданные своему делу работники социальной защиты. Это люди с большим сердцем и доброй душой, те, кто всегда придут на помощь. Среди них Ирина Мычко. Женщина работает в этой сфере уже девятый год. И искреннее поздравление и свой профессиональный праздник она получила не только от руководства администрации. То пользуется телефоном, то есть смартфонами, и даже смс-ки такие присылали, что я, честно говоря, просто плакала. Потому что настолько были такие радостные смс-ки. То есть, дорогая доченька, поздравляем тебя, у меня одна подопечная написала. Мне просто действительно было настолько приятно, что я не ожидала, честно сказать. Мои все сегодня перезвонили люди, все поздравили, было очень приятно. Даже вот кто, кого даже подменял, это люди с вами поздравляли. Очень приятно и очень, конечно, эмоции переклюстывают. Социальный работник – человек, который постоянно делится с другими своей теплотой и добротой. Заботится о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с трудностями и старается помочь всем тем, кому необходима поддержка и помощь. Дорогие друзья, уважаемые социальные работники, я искренне поздравляю всех с профессиональным праздником – Днём социального работника. Я благодарю всех за доброту, за то, что вы неравнодушны к чужому горю, к чужим проблемам, за то, что вы действительно болеете за своё дело, вносите в это дело частичку своей энергии и своей души, делаете этот мир добрее, а кого-то счастливее. Я хочу пожелать, чтобы вас окружали надёжные, позитивные, отзывчивые люди, чтобы не только вы, но и вам в нужный момент могли подставить плечо. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели». В нашей республике традиционно уделяется большое внимание поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью и центров коррекционно развивающего обучения. В частности, в канун новогодних праздников ежегодно проводится акция «Наши дети», в рамках которой проходят различные благотворительные мероприятия, а специальные учреждения и семьи с особенными детьми получают необходимое медицинское оборудование и тренажёры, бытовую технику и другие ценные и не менее важные подарки. Совсем недавно мы рассказывали об интерактивной парте, которую руководство города подарило к Новому году Центру коррекционно развивающего обучения «Веда», расположенному в Московском районе Бреста. А теперь настал черёд принимать подарки аналогичному учреждению «Стиму» в Ленинском районе нашего города. Подробности в сюжете Людмила Логодич. Родители воспитанников Центра коррекционно развивающего обучения и реабилитации «Стимул» не понаслышке знают, что поездка в общественном транспорте с ребёнком-инвалидом каждый раз превращается в настоящее испытание. Без посторонней помощи инвалидную коляску, салон автобуса или троллейбуса не поднять, а в часы пик для неё просто нет места. Да и окружающие не всегда с пониманием относятся. «Я воспитываю ребёнка-инвалида и на себе прочувствовала, как тяжело ездить с детьми-инвалидами в общественном транспорте. Тяжело и нашим детям, тяжело нам, мамам, потому что не все окружающие понимают, как иногда ведут себя наши дети. И тяжело окружающим людям, потому что мы кому-то мешаем, кого-то выпугаем. И поэтому бус, этот школьный автобус, он нам был просто необходим. Это действительно такой подарок к Новому году, который мы очень-очень ждали». Как оказалось, не только дети, но и их родители верят в то, что под Новый год сбываются самые заветные желания. Стоит только очень сильно чего-то захотеть. Ну и написать письмо. Только не Деду Морозу, а в администрацию города. Так и поступили родители воспитанников центра «Стимул». Мы обратились к руководству города, области, с просьбой выделить нам новый бус. Мы написали коллективное письмо. А ожидали то, что подарят все-таки в итоге? Да, мы ожидали, очень-очень ожидали. И вообще, знаете, в нашем государстве очень много и хорошо заботится о детях-инвалидах. Даже эти центры, в которые ходят наши дети, посещают. И то, что с ними занимаются специалисты, и то, что централизованный подвоз организован. Вообще, как бы, очень-очень в социальном плане мы все чувствуем заботу государства, поэтому очень благодарны. Микроавтобус – покупка дорогостоящая. Однако в Ленинской администрации города откликнулись на просьбу родителей и нашли возможность изыскать необходимую сумму, которая составила более 80 тысяч белорусских рублей. В рамках акции «Наши дети» городским исполнительным комитетом закуплен вот этот автомобиль для перевозки детей с особенностями физического развития. И, конечно, вот эта неподдельная радость у детей, когда они ждали, когда этот автомобиль заведется. Можно увидеть было, как они ждали этого подарка. Я думаю, что ожидаемый подарок в канун Нового года – это лучше, чем просто нежданный подарок. Я надеюсь, что он долго послужит, и в первую очередь во благо родителям и детям. В микроавтобусе 13 мест, одно из которых предназначено для сопровождающего лица. А самое важное – здесь есть специальный подъемник «Силач», который легко и быстро доставит ребенка в инвалидной коляске в салон автомобиля. Стоит лишь нажать несколько кнопок на пульте управления. Этого подарка мы ждали очень давно. Ждали родители, ждали наши ребята, и ждали, конечно, мы педагоги. Поэтому мы очень рады, что в такие тяжелые времена, в эпоху коронавируса, мы понимаем, что, может, это не самые насущные для города проблемы, но вспомнили о наших детях, о наших особенных детях. Они, правда, очень рады этому подарку. Я думаю, что этот подарок будет служить нам долгие годы. Главное – исправно и надежно. А в этом ничуть не сомневается и водитель нового микроавтобуса, которому не терпится испытать технику в деле. Машина хорошая, двигатель работает, как часы. Будем стараться поддерживать в таком же темпе. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ». Вы смотрите программу «Итоги недели» на «Бук-ТВ». Говорим о том, что важно и что интересует всех. С началом нового года место встречи всех автомобилистов изменить нельзя. Это станции диагностики. Большой ажиотаж объясним. В Беларуси с 1 января 2021 года отменили госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Вместо нее ввели транспортный налог. Ситуацию с так называемым отвязыванием пошлины от техосмотра обсуждали порядка двух лет. Сначала автомобилисты ждали этого решения к апрелю 2019 года, потом к январю 2020. С каждым разом крепла уверенность в том, что вскоре все изменится. Многие терпеливо ждали и не ехали на станции диагностики. И вот документ, который позволяет отвязать уплату дорожного сбора от прохождения техосмотра, подписан. А потому все автолюбители сразу после новогодних праздников отправились занимать очередь. Мы побывали на одной из брестских диагностических станций и убедились в том, что очень много водителей дожидались лучших времен для прохождения техосмотра. Оживление возле станции диагностики для специалистов по техническому осмотру автомобилей – дело непривычное. Порядка шести лет здесь не наблюдалось ажиотажа. А теперь большая колея машин набирается еще до открытия станции. Очереди для прохождения технического осмотра вполне объяснимы. Госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении отменили. Вместо нее ввели транспортный налог, размер которого ниже пошлины. С нового года, конечно, ситуация изменилась кардинально. Уже более двух лет мы, так сказать, работали в режиме в таком легком, вольном, так сказать. А с нового года, когда отвязали пошлину, народ, конечно, поехал. Мы теперь работаем с полной загрузкой, так сказать. Приоритетом в списке дел каждого автомобилиста в 2021 году стало прохождение технического осмотра. Сейчас водителю нужно заплатить только за осмотр транспортного средства порядка 30 рублей и 8 рублей 70 копеек за выдачу разрешения на его допуск. Желающих проверить состояние своего верного помощника стало в разы больше. И даже очереди не пугают автолюбителей. Отменились налоги, плюс стороны водителей. Да, начал техосмотр уже, можно проходить. На дорогах будет меньше аварийности, я так считаю. Но это плюс, конечно, что государство пошло нам, водителям, на помощь. Многие не ехали проходить техосмотр из-за того, что нужно было платить сразу большую сумму денег. Сейчас, конечно, это простимулировало, видно сразу очередь какая, когда отменили воспошлину. Правда, в каждой бочке с медом можно найти ложку дегтя. Так получилось и здесь. За техосмотр надо платить здесь, а за разрешение ехать на почту. Нельзя одновременно это сделать было. Но такая ситуация не критична. Опытные специалисты здесь работают в режиме нон-стоп. Стараются проверить как можно больше автомобилей, при этом выполнить свою работу качественно. Времени, чтобы пройти тщательную диагностику, потребуется не больше 15 минут. На линии диагностики всего три поста. Экологические параметры, проверка тормозных систем и световых приборов. Несмотря на то, что большинству машин нет и первого десятка лет, а владельцы бережно относятся к своим авто, проблемы все же имеются. В основном владельцев беспокоят от тормозной системы, у них неисправности присутствуют. И по световым приборам тоже есть некоторый процент непрохождения технического осмотра. Владельцы, как мы замечаем, стараются поддерживать их в техническом исправном состоянии. Ну то есть процент, по крайней мере, на теперешний момент неисправности не очень высокий. Радует то, что популярность прохождения техосмотра среди водителей резко возросла. Такая тенденция, возможно, поможет исключить вероятность ДТП на дорогах. Когда фотография не просто увлечение, а настоящее призвание. Большая выставка работ талантливого фотомастера советской эпохи Евгения Халдея открыла свои двери для посетителей в областном центре. Сделать доступными для обозрения эти редкие кадры удалось благодаря администрации мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и сотрудникам Росфото. За всю свою творческую карьеру Евгений Халдей успел поработать в Москве, Заполярье, на Днепростроя, в Харбине, Порт-Артуре. Именно этот корреспондент сделал один из самых знаменитых кадров отечественной культуры – водружение знамени Победы над зданием берлинского рейхстага в мае 1945 года. Он оставил огромный и интереснейший архив. С каждой его работы на нас, современных, смотрят люди минувшей эпохи, многих из которых давно нет в живых. Но их эмоции, их чувства благодаря магии фотопленки останутся в истории на долгие годы. Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала на открытии вернисажа. Выставочный зал Музея войны территории мира стал именно той площадкой, где в эти дни о войне и ее страшных уроках для человечества рассказывают фотографии. Такие глубокие и проникновенные. Эти снимки невольно останавливают на себе взгляд, несмотря на всю внешнюю простоту. Именно таким творческим подчерком останется в памяти современников и последователей известный советский фотокорреспондент Евгений Халдей. Простой юноша из украинской глубинки в начале Великой Отечественной войны был на пике своей карьеры. Феноменальное чувство момента позволяло ему выделять из всех событий ключевые. И в каждой детали на изображениях видеть смысл, придававший фотографиям глубину. Он считал себя единым с другими людьми. Вот это всегда чувствуется. Если посмотреть даже на его портреты, где-то в альбомах, еще где-то он удивительно открытый человек. Всегда улыбка, всегда сопереживание, всегда желание поделиться. И каждый из его снимков – это творение. Ведь он все делал от начала до конца сам. Знаете, как иногда фотограф может сделать снимок, кто-то проявит, кто-то обработает, кто-то сделает ретушь. У него такого никогда не было. Начиная со своих первых фотографий, когда он сделал снимок еще будучи ребенком и заснял то, что потом исчезло, он понял, что ценность фотографий как раз таки в том, запечатлеть на времена, на века то, чего может уже не быть. И те люди, которые погибли на фронтах войны, они навсегда остались вот в этих кадрах. Открытие выставки работ Евгения Халдея состоялось в стенах Священной Цитадели в год 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Привезти эти снимки в Брест удалось благодаря тесному взаимодействию представителей администрации мемориала и музейно-выставочного центра «Росфото». Экспозиция представляет собой своего рода историческую диораму, вобравшую в себя ключевые события трагических сороковых. От момента объявления Молотовым начала войны до водружения знамени победы над зданием берлинского рейхстага в мае 1945 года и Нюрнбергского процесса, где кадры Евгения Халдея служили доказательным материалом. Все, что мы сегодня видим, что увидят наши посетители Брестской крепости, другие посетители в других музеях или в других выставочных залах, все эти работы и других художников, фотокорреспондентов, журналистов, они все-таки направлены на мирное. Подобное, что они увидели, не должно повториться. Ему удалось сделать первый снимок войны, и до последнего Евгений Халдея верил, что и последний будет принадлежать его творческому перу. Так и вышло. Эта фотография знаменовала триумф победителей и неспровержение фашизма. Точность и цепкость взгляда в совокупности с высочайшим профессионализмом и человеческими качествами, смелостью, готовностью рисковать, сделала Халдея поистине выдающимся фотографом и обеспечила ему место в пантеоне самых известных репортажников 20-го столетия. Очень хорошо, что они все другие события, которые связаны с Великой Отечественной войной, с людьми, которые ковали победу и в Бресте, и на Малой земле, и во многих других городах, и в Севастополе, и в Москве, и в Сталинграде. И все это тоже проходит красной нитью через всю победу, которая действительно является наша общая победа всего советского народа, и русских, и белорусов, и украинцев, и евреев, и многих-многих других народов. И в годы военного лихолетия и после Евгений Халдея снимал жизнь. Разную, сложную, грустную, веселую, печальную, триумфальную, такую, какой она была. Он любил своих героев, простых советских людей. Годы спустя Евгений Халдея искал и находил их, публикуя в огоньке снимки в рубрике «Назовите их имена». И многие писали ему, узнавая себя, своих братьев или сыновей. Он делал свои кадры сердцем и душой, и это тепло ощущается в его снимках до сих пор. Уникальная выставка работ Евгения Халдея пробудет в Бресте до 25 февраля. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорс Букуночь, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». В славянской культуре любят отмечать зимние праздники. И всем очень жаль, когда они заканчиваются. Позади Рождество, католическое и православное, а также Новый год. Но для тех, кто еще раз хочет собраться за семейным столом, есть прекрасный повод. Старый Новый год или Новый год по старому стилю. Отмечается он не только в нашей стране. На просторах бывшего СССР, в Греции, Сербии, Черногории, Алжирии, Тунисе и во многих других странах мира тоже не прочь встретить Новый год еще раз. Пригласить самых близких, поделиться вкусными, изысканными блюдами. Что приготовить, чтобы вечер запомнился, а гости взяли ваш рецепт на заметку? Блюдо от шеф-повара отеля «Эрмитаж» Ивана Гринина мы предлагаем вам, уважаемые телезрители, на закуску. Совсем немного осталось до завершения новогодних каникул и больших выходных. Но согласитесь, так хочется продлить это волшебное время. Сходить в уютное кафе или ресторан, а может быть самим приготовить какое-то изысканное и вкусное блюдо. Было бы желание, а повод найдется. Здравствуйте! Прошли долгожданные праздники. Мы встретили Новый год. Это семейный праздник. Хочется его встретить дома, за пышным столом, приготовить разное блюдо. Рождество – тот праздник, когда мы ждем какого-то чуда. И, наконец, Татарый Новый год. Мы давно уже забыли, что такой существует праздник. Но он есть. И тоже хочется сесть за столом с друзьями, родственниками и что-нибудь попробовать. Поэтому сегодня для вас я приготовлю утку с ризотто из тыквы и облепиховым соусом. На одну порцию вам понадобится 160 грамм филе утки, предварительно замаринованной в течение часа винном красном уксусе, кунжутном масле, солью, перцем, розмарином и тимьяном. Для ризотто необходимо 70 грамм риса, по 30 грамм лука и моркови, 40 грамм тыквы, любой бульон, белое вино, сливочное масло и соус из облепихи, коньяка, сахара и меда. Овощи для ризотто нарезаем и кладем в кастрюлю. Мы добавили лук, морковь, крупно порезали тыкву. Это все сейчас обжаривается. Мы добавим рис. Для ризотто главное рис немного обжарить. Поэтому мы его высыпаем. Можно вот весь. И вот мы его обжарим на сильном огне. Вино белое. Варка ризотто проходит как томление, поэтому мы будем потихонечку добавлять немного бульона. Бульон обычный, либо овощной, либо куриный. То, что есть на кухне, можно воду добавлять. Поэтому будет он выпариваться, как вот вино сейчас потихонечку добавляем. Так, чтобы немножко прикрывал. Он будет вариться долго, медленно, в течение 30 минут. А пока ризотто томится на медленном огне, приступаем к приготовлению утки. Утиное филе, оно замариновано в винном уксусе, в розмарине и тимьяне. С добавлением немного кунжутного масла. Кладем филе на разогретую смазанную сковороду и обжариваем до готовности. Можно добавить немного бульона, чтобы мясо хорошо протушилось. Не забываем и о ризотто. Кладем немного сливочного масла. Осталось немного посолить и поперчить, и ризотто будет готово. Посолили. Немного поперчим. Добавим масло. Масло придаст чуть-чуть ореховый привкус утки. А следующий яркий момент мы настоятельно не рекомендуем практиковать в домашних условиях. Работает профессионал. И в водку мы добавим немного коньяка. Выкладываем ризотто на блюдо, затем вынимаем утку и нарезаем ее на равные части. Разогреваем заранее приготовленный облепиховый соус. Украшаем зеленью. Блюдо готово к подаче на стол. Надеюсь, что у вас получится. Вы сами сможете это все приготовить и порадовать себя на старый Новый год. Но если у вас не получится приготовить или не хватит времени, ждем вас у нас в гостях. И мы для вас приготовим. Всего доброго. Утка с облепиховым соусом и ризотто с овощами не оставит вас и ваших гостей равнодушными. Не буду скрывать, это очень вкусно. Попробовали изысканное угощение Людмила Логодич и Эдуард Бакунович. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги, журналисты Бук-ТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Ирина Кузьмич, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя. Будьте здоровы! Будьте здоровы!